МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы проводим противоаварийную тренировку по устранению технологического нарушения на инженерных сетях Петербург-Теплоэнерго. Тренировка проводится с выездом на место основных служб. Меняли трубы и проверяли готовность всех экстренных служб к крупной аварии в условиях зимнего сезона. Подготовка к отопительному периоду идет полным ходом. Один из важных этапов перед тем, как в дома придет тепло, это отработка всеми аварийными ведомствами плана действий по ликвидации последствий в нештатной ситуации. На этой тренировке, по легенде, большая часть жилых домов и организаций может остаться без отопления. По сценарию, столбик термометра за окнами опустился до минус 26 градусов. Авария произошла в котельной на улице инструментальщиков, отапливающий более 50 жилых зданий, в том числе детские образовательные учреждения. После оповещения диспетчера «Петербург теплоэнерго» на место незамедлительно выехали представители всех ведомств, задействованных в устранении неполадок. По прибытию дежурной бригады был выявлен дефект прямого трубопровода контрразагрузки тепловой сети диаметром 720 мм. Выставлено ограждение и сообщено диспетчером. Дальше, по плану тренировки, ситуация развивается по самому неблагоприятному сценарию. После незамедлительного оповещения всех жилищных организаций и ресурсоснабжающих служб на месте ЧП организует оперативный штаб для координации действий всех структур, участвующих в ликвидации аварии. В зону отключения попали дома, где проживает более 4 тысяч граждан, в том числе порядка тысячи детей. Осуществляем взаимодействие с перебоем, взаимодействием с управляющими компанией по опустошению системы отопления, а также по возможной эвакуации граждан в списки, предоставленные соответственно в штаб. Время оповещения 27 минут. По результатам прибыли все члены оперативного штаба. В зону ответственности отдела районного хозяйства непосредственно попадает координация взаимодействия аварийных служб. Создаются сразу дежурные аварийные бригады. Дома, попавшие в зону нарушений, ставится обратный трубопровод на протоку и каждый раз замеряются контрольные точки, параметры. В случае, если через 4-5 часов авария не устраняется, то начинаются постепенные опорожнения системы отопления. Параллельно ведется работа домоуправлений, развешиваются объявления, информирование. После определения характера аварии специалисты приступают к ее ликвидации. Данная котельная, помимо жилых зданий, отапливает 4 школы, 5 детских садов и поликлинику. Поэтому особое внимание на тренировки уделили отработке совместных действий ведомств, отвечающих за эвакуацию детей и персонала, а также маломобильных и немобильных жителей домов, попадающих под отключение. Развернули пункт временного питания, готовы накормить аварийные службы горячим питанием. И в случае эвакуации граждан в пункт временного размещения готовы совместно с муниципальным образованием Сестрорецка оказать питание в пункте временного размещения. Бригада готова для локализации вытекания при необходимости, для устранения ликвидации на водопроводе при необходимости, готова для установки временного водоснабжения. В принципе, в любом задаче поставок готова. Бригада водоотведения с откачивающей техникой прибыла на место производства работ, готова оказать содействие в откачке воды из котлована. И у нас вот рядом коллектор, здесь сбрасывать будем куда. Алгоритм действий для подобных аварийных ситуаций отработали на практике все ведомства, участвующие в тренировке, а также управляющая компания, обслуживающие дома, также оказавшиеся по сценарию в зоне отключения. Согласно плану противоаварийной тренировки, сформирована противоаварийная бригада для осуществления контроля контрольных точек индивидуальных тепловых пунктов, обеспечения теплоустойчивости теплоносителей, контроль за теплоносителем в системах и при необходимости проведения работ по постановке теплоносителей обратных трубопроводов на проток. Также сегодня были выявлены несколько дефектов на подходящих трубопроводах по одному из многоквартирного дома. В целом, по итогам тренировки, обеспеченным взаимодействием со всеми службами района, руководители подразделений обеспечили выполнение поставленных задач в соответствии с установленными требованиями. И я считаю, что основная цель противоаварийной тренировки и приобретения практических навыков достигнута. Тренировка окончена. Всем спасибо и хочу пожелать всем безаварийной работы слаженной и прохождения надлежащего качества отопительного периода.